комплекс ОСА. Он стал неким промежуточным звеном между комплексами стрела и шилка с одной стороны и ЗРК Куб с другой. ЗРК ОСА предназначался для противовоздушной обороны войск и действовал в боевых порядках мотострелковых подразделений. Зенитный ракетный комплекс ОСА. Боевая масса 18 тонн. Зенитная управляемая ракета 9М33. Максимальная дальность поражаемых целей 9 км. Минимальная высота поражения 50 метров. Максимальная высота поражения 5 км. Максимальная скорость поражаемых целей 1500 км в час. Вероятность поражения цели одной ракетой 0,85. Комплекс разработали в научно-исследовательском электромеханическом институте. Главный конструктор Вениамин Ефремов. Шасси для ЗРК ОСА спроектировали на брянском автомобильном заводе. Машина имела три ведущие колесные пары, что обеспечивало хорошую проходимость. Максимальная скорость достигала 80 км в час. Для движения по воде машина оборудовалась водометом. Максимальная скорость на плаву составляла 10 км в час. Основным требованием к комплексу являлась его автономность. Поэтому ОСА оснащалась системами жизнеобеспечения и навигации. В ней находились средства связи, а также автономный источник электропитания. Для обнаружения целей на машине монтировалась радиолокационная станция кругового обзора. Цель типа истребитель засекалась на дальности до 40 километров. Для захвата и автосопровождения целей на машине имелась еще одна станция. На пусковой установке комплекса размещалось четыре ракеты. Ракеты наводились на воздушного противника по радиокомандам с земли. Стрельба в движении не предусматривалась. В случае появления внезапных целей, пуск ракет производился с коротких остановок. Цели могли уничтожаться как днем, так и ночью в различных метеоусловиях. Я 31, цель 202 уничтожил. Расход 2. Понял. 31. Зарядить четырьмя. Для перезаряжения комплекса создали транспортно-заряжающую машину, в которой размещалось восемь ракет и запас топлива. ЗРК «ОСА» приняли на вооружение ПВО сухопутных войск в 1972 году. ЗРК «ОСА» приняли на вооружение ПВО сухопутных войск в 2020 году.